У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я слушаю, говорите. Мне надо было с вами давно связаться, я просто не сообразила. Там же зелененькая стояла, где ваши коты. Хорошо. В общем, я хочу извиниться перед вами, что я вот так подела и ничего не сказала. Просто я не знала, подкрепляться мне в группе или нет. Но потом все-таки, видать, Господь так делает. Так вы где живете? В Германии. В Германии. А вот я вам скажу что-то, вы сумеете перевести? Ольга Тихонович, я не переведу я. Это главный стих Библии, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего одинородного. Что бы не погибли, но имели жизнь вечную. Вот, а какой ближайший город от вас? Байроид. А Зоннеберг, знаете? Зоннеберг. Да, 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 я там была от Зоннеберг. Вы-то знаете там с Артисона, Валентина. Да, 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 да. И с Катериной. С дочерью. Я сегодня к ней вот еду. Так, говорите, чем я могу быть полезен вам? Я просто хотела вас поблагодарить за книжки. А что, получили, привезли к вам? Ну, я сегодня к Валентинию с Артисон поеду, она мне обещала их подарить. А какие книги? К истинному православию и еще две книжки, открытым оком похоже она сказала. А, ну это отдельно были. А Новый Завет у вас с полным толкованием есть? Нету, но мне обещал Николай Астахов прислать. Я потому что деньги с дятем Валентины с Артисоном отправлю сегодня, отвезу. Ну вот сейчас готовимся к изданию, уже почти все готово. Семитомник проповеди во свете Святой Библии. Ну, тогда я знаю. Это каждый том будет 1320 страниц. Ага, хорошо. Это за много лет. Ну так ждем. Вы как-то ушли, голова высоко, вас не видать. Посмотрите. Я у меня тут... Пониже, Маренька, вот так вот, вот так нормально. Так, а вы с кем дома-то там? Что вы заходите к нам в книги, вам никто не препятствует? Да нет, у меня муж, дети, нет, не препятствуют. Просто мужу как можно меньше об этом говорить и... Понятно. В принципе, он так, я вот слушаю вас, он нормально... А Нюрнберг далеко от вас? Нюрнберг? Да. Нюрнберг? Да негде далеко, час ехать. Мы там были, когда у нас миссионерские поездки были, мы же дошли в Португалию. И дальше, а тут у нас остановка была, мы тут подкреплялись в Германии, и дальше шли на Скандинавию. Мы прошли 20, сколько, 120 тысяч километров. В 650 библиотек подарили книги, полный комплект. Нам обошлось это 35 миллионов рублей. Это Бог только мог сделать, а у нас ничего не было. Откуда-то люди какие-то узнавали издалека, посылали. Ну, книги того стоят, потому что там ответ на все вопросы. Да, книги-то хорошие. Ну да, первое у меня там 38 томов было, 38. И вот эти 38 мы передали. А тут сейчас отдельно вышли проповеди в стихах, 4 тома стихов. Проповеди в стихотворной форме. Каждый том 880 страниц. Очень сильные книги, но они в библиотеках в основном в мире. Главное, библиотеки мира. Это и в Германии, и во Франции, и везде. Мы показали образ Христа. Примерно 80 стихотворений положено на музыку. Ну, люди знают музыку и пропетые. Я вам сейчас могу кое-что скинуть, даже о кончем говорить. Ну, пожалуйста. Да. Ну, и все наши данные, чтобы вы могли где зайти, когда. А я подумал, тут Геттих едут, а я не прочитал у вас Хеннинг. А что такое Хеннинг? Как переводится? Хеннинг. Вы знаете, я вот спрашивала у Сергея, у родителей, но это имя, просто имя мужское. Да, да, я вижу, перевода никакого нету. А там в России они были Геннинг, Гэ было первое. А-а-а. Я не знаю, я разные языки изучал, там, испанский, французский. Немецкий мне больше всех нравился. Почему, не знаю. Я его самостоятельно за 6 месяцев выучил. В школе языка не было. А тут получилось, советский офицер женился на немке, демократическая республика была Германия. А меня после строительного колледжа, техникум, отправили работать в строго режимный лагерь. А она проторговалась там и была в заключении в лагере. И она мне уроки давала. Вот как мне интересно, Бог устраивает все. Прислал прямо из Германии человека, который, ну, у меня не плат-дойч был, а гох-дойч. Литературный язык. Ну, это милость Божия, просто так Бог делает, мое тут нет. В школе вообще языка не было никакого. Главное, глаголы, 4 падежа, английский язык намного легче. Но почему-то, вот, допустим, замолчи. Как вы скажете, допустим, команда, замолчи. Руйгер. Гальта Мауль. Да, да, тут так говорят тоже, да. Вот так, то есть, заткнись. Да, 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 они так говорят. А я спрашивал, я говорю, вы живете в Германии давно, да уж 20 лет. И знаете, знаю, я говорю, ну, переведи одно предложение. Одно. Коршун поймал суслика, но ястреб отобрал. Ни один никто. А как Коршун, я говорю, габихт. А как ястреб, я говорю, гаир. Как же так вы? Не знаете. А мне это очень интересно было. Испытательный полигон. Ну, хорошо, что зашли, что у нас будет связь теперь. Только это, у вас муж-то не против, что мы тут будем разговаривать-то? Да нет, он не против. Он так, чтобы его не трогали. Он говорит, что ему это неинтересно. В общем... Он по-русски понимает? Конечно, он же из России. Ну, ладно. Вот если у него будут какие-то вопросы, вместе можете заходить. Хорошо. Когда у нас занятия идут часовые, а после часового занятия ведущий объявляет теперь мое время полчаса, я отвечаю на все вопросы. Хорошо. Я много времени на это обратил. В университетах преподавал, 18 лет. В школах, милиции, в боинских частях, по радиотелевидению. То есть по эфирному времени я был, наверное, на первом месте в стране. И все это бесплатно. Мне Господь позволил создать детский лагерь, говорят, беспризорных 3,5 миллиона. Может быть и так. Но вот я образовал детский лагерь, я его директор бессменный был, 45 лет. Тысячи детей подняли без помощи государства. У вас что-то затемнилось тут. Да нет, я ничего не трогаю. Нет, что-то поплыло такое коричневое, закрыло лицо. Не знаю. Ну ладно, дело в том, в чем, что хорошо, что вы зашли. Я вам сейчас скину это. А у нас тут в интернете вы найдете Екатерины 3, наверное. Ага. Да я знаю, да, тут много таких с такими. Ну ладно, благодарю вас, Игнать Тихонович. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. У вас сейчас, если кто-то поедет к нам в гости, знаете, мы рады вас принять будем. Хорошо. Мы деревню строим, деревня православная. Зиму я в городе живу, а 4 месяца здесь в деревне. Ну вот так. Были дожди, дожди, а тут жарко. Вчера 34 градуса тепла. Прямо пережигает все. Ну что, Екатерина, все, отхожу. Хорошо, хорошо, Игнать Тихонович. Далеко не отходите, я сейчас вам скину материалы. С Богом. С Богом.